Что такое Stay Out? Или же как она раньше называлась, Stalker Online. Это MMORPG в стиле шутера с элементами выживания. Насколько мне известно, закрытый бета-тест начался в 2011 году. Stalker Online вышла в открытый бета-тест в 2014 году. 27 ноября 2019 года игра была добавлена в Steam под новым названием Stay Out. Игра бесплатная и до сих пор в раннем доступе. То есть каждый из вас может окунуться в мир Stalker. Первое, что бросается в глаза. Игра очень похожа на DayZ, только с хреновой графикой и оптимизацией. По поводу оптимизации DayZ из Stay Out 2 брата-близнеца. Ужасная стрельба, но в принципе оно и понятно. Потому что игра все-таки MMORPG в стиле шутера. Если вы хотите пострелять, забудьте. Ваш скилл из CSGO PUBG тут никак не зарешает. Я прочитал комментарии, спросил у своих подписчиков и понял одно. То, что слово, как оно называется на букву О, оптимизация. Разработчики и подавно не слышали о таком. Она здесь не то, что хромает, ее просто нет. И вот как раз мы плавненько переходим к донату. Он здесь решает и не нужно писать в комментариях, типа Чел, да у тебя руки и жопы, я тащу одними ногами. Действительно, если ты преданный фанат этой игры, то есть говноед, играешь в нее с 2014 года, да, ты сможешь нагибать и донатеров. Почему я говорю на фанатов этой игры говноед? Потому что на протяжении большого количества лет вам заливают в уши дерьмо. С какими-то глобальными обновлениями, изменениями и так далее. Мне хватило просто зайти в группу ВКонтакте, прочитать комментарии фанатов и все понять. В чем же прикол стей аута? А точнее хитрости разработчиков. То, что вселенная сталкера среди СНГ игроков, очень популярная тематика. Делаем условно бесплатный проект, загоняем кучу игроков под предлогом сталкер онлайн. И начинаем майнить бабос. Особенно фанаты этой вселенной, скорее всего, останутся в этой игре. А это уже большой плюс. Ну, для них, разработчиков. То, что будет постоянный и стабильный приток кэша. А куда потратить свои кровные, поверьте, вы найдете. Оружие, различные боеприпасы, перки, крафт, шмотки, артефакты. Добро пожаловать куда? В сталкер онлайн. Если вы думаете, что залетите в игру, начнете проходить миссии, фармить и сами на все это заработаете, то я вас огорчу. Сюжета здесь в принципе нет. Ну как? Возможно и есть. Знаете? Будто бы пятиклассник написал школьный доклад. Как я провел лето. Бежишь в точку А. Точка А тебя отправляет на точку Б. Точка Б просит принести артефакт. Приносишь артефакт. Точка Б отправляет тебя снова в точку А. Точка А просит тебя принести ей четыре уха волка. Приносишь ухи волка. Теперь точка А просит принести ей какой-то сорт травы. С этой травой бежать куда-то еще. С этого еще ты найдешь главное еще. И в этом еще растет что-то еще. Короче, типичные миссии. Убить 10 овец, принести 5 коров, залезть на самую вершину горы и понюхать цветок. Да, те кто любят гриндить, вам не привыкать. Возможно и понравится. Честно, я не люблю хейт. Как бы я ужасно к этой игре не относился, но я все это говорю с юмором и с улыбкой на ебальнике. Простите за мат. Что же здесь есть прикольного? Относительно детальная настройка внешности лица. Единственное что, не хватает больше причесок. Тут 2 бородки и 3 прически. Это то, что доступно на старте. Как дальше я хз. Насколько мне известно, здесь 16 больших локаций и это в принципе неплохо. Для тех кто не понял, здесь условно открытый мир. То есть мы прыгаем по локациям. Возможно это было сделано для слабых ПК и оптимизации. Но, увы. Еще один большой плюс. То, что заскучать с однообразными мутантами вам не придется. В игре насчитывается более 90 видов мутантов. Естественно, это не так страшно, как сами игроки. То, что вам придется еще постараться кого-то убить. Но, можете сильно не переживать. Это не как Дейзи, что вас убили и пиши пропало. У каждого предмета есть шанс на упадение при смерти. Допустим артефакт 100%. Несмотря на многие нюансы этой игры, геймплейная составляющая в принципе неплохая. Есть чем заняться, есть что поделать. Поверьте мне, эта игра не самая худшая, в которой я играл. Во время записи первого впечатления на эту игру, два часа пролетели только так. Ну и переходим к самому интересному. Большой выбор арсенала. Пистолеты, автоматы, винтовки, полувинтовки, снайперские винтовки, пулеметы, гранаты и многое другое. Вдобавок ко всему этому, оружие поддерживает обвесы. Можете накинуть на ваш автомат фонарь, штык-нож, глушак, прицел и так далее. Куда же без экипировки? Шлемы, члены, очки, очко, маски, смазки и многое другое. Также на персонажа действует голод, радиация, яд и диарея. По поводу диареи я шучу. То есть нужно пить воду, хавать что-то, искать медикаменты. Самый огромный плюс наших СНГ игр. То, что можно вступить в клан, познакомиться с людьми и данная игра проявит себя совсем по-другому. Так сказать, в новых тонах. Но завышать оценку стей-аут только из-за того, что комьюнити улучшает эту игру, как минимум глупо. Это заслуги неразработчиков. Последнее, что я хотел добавить. Возможно, каждый из вас об этом уже слышал или читал. То, что при установке данной игры, пользовательское соглашение достаточно странное. Вас могут забанить, не указав причины. В принципе, большинство разработчиков вставляют такое соглашение. Администрация вправе запросить, собирать и хранить ваше ФИО, адрес проживания, данные о платежных реквизитах, кредитных и дебетовых картах. Вы соглашаетесь отправлять скриншоты рабочего стола, собирать протоколы интернет-подключений, устройств и любых файлов, расположенных на жестком диске. Что-то добавить к вышесказанным словам нечего. Если будет интересно, можете сами зайти и прочитать пользовательское соглашение. Хорошо, это все мелочи. Что действительно серьезно меня беспокоит, так то, что пользователь самостоятельно и за свой счет оплачивает ПО своего ПК и доступ к сети интернет. Уважаемые разработчики, почему так? Почему вы не хотите оплачивать мой интернет? А теперь давайте перейдем к моему первому взгляду на эту игру. Лайки, 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 лайки. Нас встречает сразу это создание нового персонажа, то есть можем кастомизировать как нос, уши, брови. Также самое Причихан, вот дефолтная какая-то, я не знаю, похожая на горшок. Типа модный, с такой челочкой, только челочка аж на лбу начинается. Далее, я не знаю, знаете, такой уже мужчина в возрасте, какой-нибудь юрист. Это просто дед дефолтный. Это тоже, это такое, знаете, уже более серьезный, как мне кажется. Серьезная прическа требует серьезных поступков. Ну и лысый. Также сам борода, тоже небольшой выбор. В общем, как-то так. Единственное, что волосы какие-то кажутся редкие, да? Плюс цвет. Можем быть блондином, либо седым и так далее. В принципе, этот нам челик не нужен, потому что у меня уже есть дед, который прошел войну, повидал все, что только можно, похоронил множество кентов своих во время, даже не войны, а во время пандемии. Так, теперь нам нужно прям туда. Ой, мы заспаунились, когда с ночью. Ну ладно, я думаю, будет более атмосферней, так сказать. Я немножко уже поиграл. Нам дают на старте пистолет. По собакам уже пострелял, естественно. Все патроны закончились. Что теперь делать? Я не знаю, я в прошлый раз от собак убегал. В общем, миссии дефолтные, там, сделать костер, там что-то. О, это я что-то не видел, кстати. Если кратко объяснить, что это за игра, да? Это помесь, мне кажется, DayZ и Stalker, да? Это просто челики, да, кстати? Да, это челик. Славик78. А вот мужичок. А ну-ка. О, здорово, как успехи, я смотрелся. Насчет припасов и хабара поговорить хочу. Что скажешь? Нет ли у тебя что-то на продажу? Меняться хочешь? Ну, давай поглядим, что у нас с припасами. Давай поторгуем. Получается, мы здесь можем что-то покупать. Торговля с персонажем, получается, это наш, это их. Окно торговли, все, тут все понятно, в принципе. Могу только брать ему жареное мясо. Но у меня, кстати, с собой 5000 рублей. Не знаю, это много или мало, но... Сейчас посмотрим. Меня интересуют патроны. Автомобильная аптечка, пачка, батарея, фонарь. Местная что? Да ничего. Тарантас вон сломался, думал помощи попросить. Мне самой помощь не помешала. Тоже что ли тут застрял? Вроде того. Братья по несчастью, значит? Ага. Ну да. Я Сан Саныч, кстати. Ты давно в зоне? Выглядишь, будто бы первый день тут. А что тогда спрашивал, местный ли я? Да я так, сначала спросил, потом уже лучше тебя рассмотрел. А чего один? Ты что ли, границу без проводника перешел? Был проводник, да сплыл. Бывает, разные люди попадаются. Ты куда теперь? Я бы тебя подвез, но надо тарантас починить. Давай помогу, а ты меня подбросишь. Идет? Это завсегда. Но если по правде, боюсь, ремонт займет много времени. Ты лучше прогуляйся до станции лесная. Большинство новичков добирается до Любича на Дрезине. Она есть у тамошнего сторожа, это будет куда проще и быстрее. А уж потом, если что пойдет не так, или просто решишь помочь одинаковому водиле, приходи. Я буду тут, пока тарантас не починю. Так, бывает. Я не знаю, я уже, мне кажется, был тут везде. Такое чувство. Прошел пару миссий. Что дальше делать, честно, я не понимаю. Сейчас еще немножко побегаю, если не разберусь. А, вот, кстати, да. У нас тут закрыто получается. Если не разберусь, то, что будем делать правильно. Гугл в помощь. Это у нас стартовая локация, я здесь не хочу слишком много времени терять. Но, как мне по заданиям написали, что есть где-то хата на Аджибе. Где-то среди болот и так далее стоит хата. Если что, на стартовой локации здесь нельзя. Ну, пвпшить и так далее. Единственное, что я переживаю, что, получается, если на меня нападут собаки, то что делать. И тут многие вот новички бегают с этими двустволками. Я не понимаю, где они их находят. Тоже, кстати, да, вот мы можем делать лук раунд. Как в ДСЗ, как в УБГ, в принципе. Даже есть кьюе. То есть, опа, где-то замес идет. Тут есть крысы. Смотрите, какие большие. Хотя, вот, то есть, какая-то хата. Может быть, вот эта хата? Я вне... Ёп твою мать, что такое? Э! А вот что делать? Вот у меня закончились патроны. Я даже кулаками не могу его убить, понимаете? У меня есть нож, конечно, но нож до сраки. Туда крыса какая. Стой, что тебе здесь надо? Ну, сейчас меня убит на сзади. Просто оглядывайся. Оглядывайся в другом месте. Если хозяина нет дома, это не повод шмотать его хату. Ты знаком с хозяином? У меня к нему дело, я его жду. Хозяин дома Харон? Старик Харон. Он недавно был моим проводником и кинул меня. Натуре! Судя по твоей одежде, ты в зоне от силы пару дней. А значит, хозяин дома не мог быть твоим проводником. Сколько лет было твоему проводнику? Ну, пацану. Мужик в возрасте, каков? Средних лет, наверное, 30-40. Ясно, я тебе сразу сказал, что ты не мог быть старик Харон. Харон на вид за 70. По крайней мере, все, кто его видел, так говорят. Ты его не видел? Видел, не видел, тебе какая разница? У меня к нему дело, и оно тебя не касается. Усёк. Если тебя кто-то кинул, ищи его в другом месте. Ладно, я понял. Держи обо мне язык за губами. Если старика Харона вдруг встретишь, про меня не говори. Прошу по-хорошему. А ещё лучше, если что-то про него узнаешь, мне скажи. Я с тобой тоже чем-нибудь полезным поделюсь. На твой выбор. Например, могу патронов подсыпать. Что ты хочешь, чтобы я узнал? Что-нибудь. Когда ушёл? Когда приходил? Где он сейчас? Вообще что-нибудь. Тут на хуторе живёт один старый хрыч. Он может это знать. Спроси его. Мне он ничего не расскажет. Этот хрыч думает, что я бандит, которого подослали делать плохие дела. А ты не бандит? Я сталкер. Надо, мать, его поискать ещё. Опа, кто-то в окне бежал. Ещё другого такого же не бандита, как я. Но этому хрычу объяснять бесполезно. Если я там появлюсь, он опять будет пытаться меня своей двустволкой затыкать до смерти. До смерти. Я подумаю, обуваем. Хорошо. Только кто с мной говорил, я так и не понял. А, вот он. Ха-ха-ха. А тут уже ждут гости, кстати. А ну, братан, подсоби. Блядь. Так, хорошо. Значит, мы нашли хату на болоте, кстати. Мне нужен Владимир Ильич. А, вон он. Всё, нам как раз по дороге. Ёбаный. Кстати, да, не объяснил. Кто там не играл, кто не в курсе. Вот этот проводник, который нас якобы кинул. В самом начале игры нам предлагают пройти тренировку. Я начал проходить. Мы с ним бежали, 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 бежали. Ну, секунд 30. Честно, я заебался. Я просто взял и ливнул. Ха-ха-ха. И, горячее, я не знаю всех событий. Я уже начал здесь и появился сразу на складе. И потом узнал, что, оказывается, этот проводник нас кинул. Чё случилось, толком не скажу, но кинул и кинул, и хрен с ним. Так, Владимир Ильич. Мудрный диалог, одним словом. Так, короче, мне нужно надрезине, да? Ну, то, наверное, на станцию-то бежать. Побежали на станцию. Почему мой кент уставший? Я вообще не понимаю. Похватно, получается, да? Да, поедим. А, вода нужна. Ё-то. Есть вода у меня? У меня есть, кстати, выпить. Тоже мы тут хаваем, пьём. Так, молодой кто-то. Пасечник. Какой плюс? То, что здесь играют русские. С кем-то скинтоваться, да, поиграть, я думаю, можно. Ё-по, твою мать. Вот это опасность, смотрите. Блин, наш пожилой дед, конечно, так долго отдыхает. Собаки, короче, за ним увязались. Смотри, дядь. Тут, кстати, вот менюшка, я не знаю, хотел сказать, очень-очень маленькая. То есть, представьте, вот 27 дюймов моник, допустим, да, или 32. На 2К разрешение, да ты вообще хер увидишь вот эти вот значки. На Full HD ещё более-менее. Барыга со станцией. А что он тут, да, поторгуем? А что он тут есть? О, у него есть патрона, да, мне нужны семёрки, по идее. А, так, слышишь, в принципе, пойдёт. Ага, и что я ему должен предложить? Подтвердить, как? Во, патроны есть, найс. Так, надо ещё водичку я заберу. Во, наконец-то у нас появились патрончики. Это мы так пьём на тысячу единиц. Б8, С8. С8, но ещё можно сбегать, это вот здесь находится. Побежали на эту метку туда. Хотя, какой смысл вообще-то этого? Мне нужен какой-то артефакт, как я понял. Хотя, может, за траву он даст мне двустволку, а? Вы ранены аномалии? А, нет, тут примерно понятно, да, где аномалия. Вот она. Ещё она выполнена, в каком смысле? Всё? Мне просто нужно было прибежать в это место? О, вот, мне дали, кстати, погоди. Мне дали ключ. Ну, водонапорной башни. А, всё, теперь понятно всё. А, да, вот то, что я хотел проверить, кстати. Смотрите, да, вот я просто застрял в столбе, нажимаю shift, смотрите на мою выносливость. Вот, я стою на месте, но выносливость отнимается. Тут чисто выносливость работает не в том, как персонаж двигается, с какой скоростью и так далее. Работает именно по той схеме, что ты просто нажал shift, да, и всё. И начинает тратиться по дефолту, как обычно. Так, водонапорная башня, 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 башня. Где-то вот здесь, вот. Так, хорошо, мы-то опрыгаем, да, в люк, получается. Использовать ключ. Всё, залезли. Ага, мы оказались на складе, да? 40 секунд. Типа радиация начнётся, да, или что? Лёгкая. Пока... А, всё, это болезнь. Смертельная больше 800. Вот, а по-быстрому сейчас ищем то, что нам нужно найти. Тут будут какие-то зомби там, собаки. Бешеные. Мутанты. Как они лут разбрасывают? Точнее, тут лута я пока... О, ящик какой-то. Патроны. Чисто патроны, ещё что-то нашёл. Короче, здесь лут, наверное, в ящиках давляется, и всё. То есть на полу его не найдёшь. Ну шо? Лезем назад, как черепашки-ниндзя. Фу! О, погоди, так мне... Я нашёл этот. Да, наконец-то двустволку нашёл, я опт-вою мать. Вот и антирад. Ну, можем бахнуть, конечно. Херекс, всё. Живые, здоровые. Ну что там? Барыга обещал резину, но требует артефакты. А, траву на патроны, да, он, получается. Так, у меня есть ромашка. Шо ещё ему дать? У меня есть какушник. Ага, я понял. Короче, чтобы отсюда свалить, нужно пройти, как я понимаю, почти все квесты, что ли. Мне сейчас осталось прибежать, короче, не на станцию, конечно, а вот сюда. Здесь находится артефакт у нас. Берём артефакт и приносим этому кентярику, ну, барыге. А что он там делает? Разбер... Ха-ха-ха. Ага, всё, мы забрали, конечно, артефакт. Так, хорошо. Тем временем мы уже на станции. Сейчас мы отдаём артефакт нашему барыге. Я надеюсь, кейсик ты подсыпешь. Так, я принёс артефакт, что дальше? Молодца, братишка. Чё, разберёмся, как сторожа ломать? Рассказывай. Я тебе тут патрончиков отсыпал, кстати. Дуешь колхоз? Там живёт один старый чудак, зовут Ильич. Он гонит всякие настройки и вообще по травм спец. Попросишь у него настойку на корнях аира. Сечёшь? Секу. Как вы там с ним оплатит обозаритесь, это дело не моё. Достанешь в настойку, дадим сторожу, а там же дело за малым. Эта дрянь мозги нехило так прочищает. Ты упомянул личные просьбы сторожа. А, всё. Бежим к Ильичу. И берём настойку. И там у нас сидит сторож, который не пускает. Никого никуда не защёп, как я понимаю. И должны, по идее, упетлять. Эй, внучок! Ты куда смотришь? Насколько я правильно понял, у нас есть три варианта. Да, есть как минимум три способа туда попасть. Ну, свалить то есть отсюда. Уговорить местного в деревне, это вот Ильич. Поискать проводника, это, по идее, там сталкер, который сидел в темноте. А, нет. Проводник это на станции, я понял. Который нас кинул, якобы. Или найти водителя с машиной. Например, на дороге, ведущей через мост. Я понял. Короче, да, или так, или сяк. То есть, ну, для того, чтобы машина, нужно её починить. Поэтому, я думаю, самый лучший способ, наверное, всё-таки дрезина. Если тут осталось немножко, то хорошо. Четыре уха местных псин. Я понял. Где-то они вот в этой степи обычно находятся вот здесь вот. Поэтому полетели. Опа. Вот и собаки. Бля, а бедра... Тяжко стреляют, если честно. Лучше, наверное, оцелиться всё-таки. Хорошо, будем разделывать этих двух псин. О, братва. Подождите, алло. Слышишь, ребятки, крысы, блядь. Как это они взяли, напали в спину на меня? Ну, держитесь, ребятки. Ну, стрельба, честно, вообще говнище. А собаки мои, нет, не исчезли. Так, ухо. Блядь, я твою мать. Так, next. Блядь, а вырубили нахуй. Понятно. Как здесь по стрельбе. Больше напоминает не как в шутерах, а будто бы какой-нибудь MMORPG. Точнее, MMO-шутер. Как-то так, я не знаю, как объяснить ещё более подробно. Короче, она дерьмовая. А те ещё местные жульены. Ага, вон вижу. На, всё, я собрал. Так, то есть это можно было две собаки уничтожить. Так, ну шо, держи, короче. Уши собачьи принёс. Да, жаль животину. Надо бы на тебе отыскать на болоте три ростка болотного аира. Его там много растёт, если смотреть не в полуглаза. Вот только корни типа росли, для настоя не годятся. Более всего этих ростков в квадрате E5, E4, как я понимаю. А после несёшь эти ростки к дому Харона на болоте. Ты там был уже. Ищешь там собачью будку, и рядом с ней большой бидон, врытый в землю. Кладёшь три ростка аира в бидон. А, потом в дом Харона нужно, да, получается. E5, дом Харона. Не прибивай меня. Я разведал, как оно надо. А после, как положишь в бидон ростки, пойдёшь на западный край болоти. Но там торчит большое корявое дерево. Вот у его основания и высматривай корень аира. А нельзя сразу к дереву пойти. Хочешь дать круголя по болоте, я тебя не держу. Дело твоё, милый человек. Но к бидону придётся идти. Я понял, короче, млядь. Короче, что? Если вам понравится это видео, буду очень благодарен за ваши лайкосы, подписку, колокольчик. Ну и комментарии, естественно. Куда же без этого? А так, что я могу сказать по этой игре? Если да вот кратко. Вот сейчас я поиграл до моего первого впечатления. Я пока ничего не понял, честно. То есть я зашёл повыживать, а не попроходить миссии какие-то там. Принеси три уха крыс. Принеси пять лепестков сакуры. Я тебе сварю зелье. Потом сбегай за тем, сбегай за этим. Ну, то есть я не люблю такие ММО. Это не по мне. Кому-то может нравиться. Это ваше право, естественно. Я просто не люблю тратить своё время на такие вот игры. По крайней мере, первая локация, как по мне, мусорная. И очень скучная. Мне кажется, что многие новички вот на этом моменте уже просто. Выходят из игры, нажимают ПКМ, стей аут и удалить. До скорых встреч.